Лето Ваехали Здравствуйте, Светлана Владимировна. Как известно, Вы уже не первый год заведуете детской летней пришкольной площадкой «Юникс». И расскажите, что Вам нравится в этой работе? Ну, прежде всего, это общение с детьми. Маленькие дети – это своеобразный клад такой и новый мир. Каждый день открывается новый. Организовать их, сделать их досуг, их летний отдых прекрасным, радостным – это, наверное, самое главное в моей работе. А с какими трудностями приходится сталкиваться? Ну, в кризис, прошлый кризис 2006 или 2009 года, уже не помню, было решено детей шестилеток с садика отправлять в лагерь. И вот это самая большая наша трудность. Дети еще не приспособлены к школе. Я бы порекомендовала детей так, как у нас было раньше. Семи лет. То есть они должны отучиться первый год и потом приходить. Тогда это будет им более в удовольствие. Как давно действует детский лагерь «Юникс»? Именно название «Юникс» у нас стало тогда, когда мы работой перешли в КСК. А до этого, вы знаете, что этот лагерь был детская площадка от ГОКа, мы каждый год меняли название, были разные. А так как мы приняли положение, вот это «Юникс» – это юные, неунывающие, интеллектуальные, креативные, смелые. То есть такая аббревиатура его. И на каждый отряд, на каждую букву придумает себе название. Чем примечателен сезон этого года? То есть чем отличается от предыдущих? Ну вот ребята предложили, что каждый год нужно менять направление «Юникса». Допустим, вот в этом году они предложили первый сезон площадки сделать морское направление. Второй сезон решили, вот сейчас мы уже говорили с волонтерами-вожатыми, они решили сделать космическое направление. То есть надо поднимать престиж и профессии, те, которые у нас постепенно уходят. Не только менеджеры, экономисты, юристы, а и вот такие вот профессии. Каждый год будет новый, каждый сезон. Хорошо. Я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, сколько вожатых волонтеров работает в лагере? Ну вот, я даже не могу вам сосчитать их, потому что они подходят, и студенты приезжают у нас с удовольствием. Сейчас вот уже около 12 человек таких ребят. Кто может быть уважатым волонтером? Прежде всего это должен быть человек, который очень любит детей и очень ответственно относится к этому своему обязанностям. А кто может работать воспитателем в детском лагере? Именно в лагере ЮНИКС может работать воспитателем только человек с педагогическим образованием и работающий в школе, либо студенты четвертого курса педагогического института, университета. Как осуществляется медицинское обеспечение в лагере? Ну, у нас по штату две медсестры. И, как правило, я беру медсестер только тех, которые работают в садике. Майя Петровна Удватушинская, они, Светлана Николаевна, они всегда могут оказать детям хорошую, правильную, квалифицированную помощь. Прежде всего, они знают все заболевания детей. Я пробовала когда-то брать с предприятия, по-моему, в автобазе было, это давно было, но мне не понравилось, так как целые проблемы были, не знаю, болезнь ребенка, какая аллергия, на что у него с питанием. И вот пришлось взять. И теперь мы не жалеем. Хорошо. Интересно, какие мероприятия проводятся в детском лагере? Ой, я даже и не перечислю все мероприятия. У нас каждый день очень бурная жизнь. Все расписано у нас по минутам практически. Не бывает такого свободного времени у ребят нет. То есть они в свободное время, как правило, либо репетируют какое-то очередное большое мероприятие, общелагерное, либо спортивное мероприятие у нас проходит, либо там интеллектуальное какое-то, вожатые волонтеры занимаются. То есть вот дети практически свободные не бывают у нас. Ну вот какие мероприятия самые запоминающиеся вы можете... Не запомнились. Это патриотические мероприятия, посвященные Дню России 12 июня. У нас как раз 11 июня приуроченная была площадка к Дню России. И потом у нас проведены были выборы в детскую Государственную Думу. То есть у нас все было по-серьезному. У нас были кандидаты. Своя программа у каждого кандидата. От каждого отряда организовали свои партии. Добра, вежливости, здоровья. Каждый представлял. У каждого своя программа была. Потом они осуществляли свою программу, показывали детям на празднике. И потом у нас была большая урна, которую мы используем на выборах. Были бюллетени специальные. И голосовали. То есть у нас выборы были очень серьезные. И ребенок... Не обязательно нужно было за кого-то одного голосовать. Ну, как правило, у нас большинство прошли все 5-процентный барьер. Первый отряд набрал 38% голосов. И немножко отстал от него. Пятый отряд – это малыши наши 6 лет, которые набрали там 25. И так же. Ну, барьер 5% прошли все. Хорошо. Вот еще хотелось бы знать, проводятся ли экскурсии для детей на предприятия нашего поселка? И согласны ли руководители предприятий на сотрудничество? Да. Руководители всегда идут навстречу. За все годы, которые я являюсь директором, мы объездили все, наверное, все, что можно. Даже в теплицах когда-то побывали. Сейчас, вот на сегодняшний день, мы побывали в памятниках первопроходцам. Мы побывали у Стеллы, там, где рука держит алмаз. Мы побывали в автобазе технологического транспорта и на карьере юбилейной. Ну, руководители всегда нам идут навстречу, никогда нет. Все очень доброжелатели. И осуществляет у нас эти экскурсии директор музея наш, это Попова Елена Юрьевна. Всегда помогает нам. А вот хотелось бы знать, вот как еще проводится досуг в детском лагере, ну, помимо экскурсий и разных мероприятий? Ну, самое главное у нас это посещение бассейна «Дельфин». Обязательно раз в неделю каждый отряд посещает бассейн. И ребятам здорово это нравится, это, ну, почти что море. Затем у нас вторник, замечательный такой день, мы все идем в ДК «Северное сияние» на просмотр видеофильма. Ну, хотелось бы попросить наших ответственных лиц, чтобы нам интересные, опознавательные, ну, лучше всего веселые, без агрессии фильмы, которые детям будут, вот как в мое время были сказки веселые, смешные, чтобы было, как правило, вот такое весело и задор, и все как положено. Затем у нас вот с прошлого года мы уже начали, у нас традиционная зарядка, а потом у нас идет линейка, где мы программу говорим, и потом флешмоб, где дети все танцуют. Ну, наверное, весь поселок слышит, может кто-то не очень доброжелательно относится, кому-то спать надо, кто-то там расстроенный. Но, как правило, детям это дает заряд бодрости, тем более вот у нас вожатые волонтеры придумывают несколько направлений. Сейчас вот якутская мелодия звучит, а не якутяночка моя. Очень здорово. И вот у нас вот это все расписано, и каждый день мы вечером собираемся, воспитатели, старший воспитатель Светлана Юрьевна, Михаил Павлович Федиченко, это наш физрук. Вот мы все собираемся и придумываем, что на завтра. Какие-то, может быть, что-то, может быть, надо изменить, подкорректировать. Тем более, видите, мы от погоды зависим очень сильно. Ну, у природы нет плохой погоды. Прохладно, значит, нет комаров, тоже радостно. Два дня было жарко, там напекло голову. Но сейчас бейсболки у всех есть, так что ничего страшного нет. Вот такие у нас еще, кроме этого, мероприятия. Это обязательные, которые у нас посещаются. Вот первый и второй отряд идут в среду, третий, четвертый в четверг, и пятый отряд маленькие самые идут в пятницу. На разных дорожках мы соблюдаем все меры техники безопасности. Каждое утро начинается с инструктажа. Безопасный отдых детей для нас это самое-самое главное. Светлана Владимировна, как вы считаете, насколько популярен детский лагерь в поселке? Ну, я думаю, достаточно популярен. И родители, прежде всего, думают, то ли ребенок присмотрен, и он ведет интересную жизнь, насыщенную, плодотворную. Либо он там дома сам и без присмотра. Мне так кажется, что довольны родители. По большому счету, все довольны. Сколько детей посещает Юникс в этом году? Ну, у нас два сезона, и каждый сезон 150 детей. То есть 300 детей у нас посещают за лето. Так вот, хотелось бы знать, кто предоставляет спортивный игровой инвентарь для лагеря? Ну, все это нам предоставляет спортивный оздоровительный комплекс. И, ну, то, что не хватает, там, Михаил Павлович, допустим, Федиченко, наш физрук, он очень любит все яркие, там, мешки всякие. Это, конечно, в суке этого нет, но он приносится своей школы. И также тот, который инвентарь, может, нам не предоставляется, мы то же самое в своей школе берем. Директора школ наших всегда идут нам навстречу. А в какие спортивные игры чаще всего играют воспитанники лагеря? Ну, у нас очень много игр каждый день, там, у нас что-то разное. С удовольствием, кстати, проходила вот спартакиада. Мы хотели открытие сделать, большую спартакиаду. Ну, вы видите, мы привязаны к погоде. В спортзале мы попробовали в спортзале, наверное, это не так было. Хотели и олимпийский огонь зажечь. Может, получится во втором сезоне. Очень популярно пользуются подтянутые, стройные юноши, мальчики наши, которые вот подтягивание было даже на перекладине. И вот Мохаммад, который был у нас представитель, кандидат в детскую государственную думу, он у нас чемпион. Больше всех подтягивается, очень спортивный, замечательный такой ребенок. Хорошо. Вот еще хотелось бы знать, вот с какого года предоставляют специальную форму для детей? Там, кепочки, футболки? Ну, вот только первый год, когда нас организовывали, по-моему, не было, не успели пошить. А теперь вот третий год, и третий год у нас сразу эта форма все. Это детям эта форма предоставляется. Это их личная форма. Вот пока они здесь, а потом они уходят, когда заканчивается площадка, они все забирают с собой. А как родители отзываются о работе детского лагеря? Ну, сколько родителей, столько и мнений. Ну, как правило, мне лично плохих мнений не встречалось. То есть родители довольны. Я проводила и собрание на открытое. На открытие площадки было родительское собрание. Попутно я попросила, я почитала законы о правах родителей, ребенка, и о том, какую ответственность несет родитель за ребенка. То есть он находится на площадке, но после этого он уходит домой и тоже должен быть ответственный. И вот родители все очень доброжелательно были. И я спрашивала, какие замечания, какие у вас. Вот небольшое было. Сказали, что очень долго они там спят, не хотят идти, тихий час. Но у нас, согласно Саупина, они спят. А это время, просто этот час после обеда, это час релаксации. Ребенок может почитать, может просто полежать там, можно и поговорить. Ну, без шума, чтобы не бегали, не кричали. Ну, кстати, вчера вот один мальчик с первого отряда говорит, можно я уже спать, я уже так хочу спать, потому что дети рано встают им. И очень насыщенные дети просто устают. Светлана Владимировна, как вы считаете, насколько полезно пребывание в лагере для детей? О, это вообще очень полезно. Во-первых, ребенок здесь под контролем, это раз. Во-вторых, ребенок ведет кроме спортивной жизни, интеллектуальная жизнь. Мы же кроме того, что выездные экскурсии, мы посещаем и музей наш. И мы были, ходили в храм с батюшкой, беседовали, очень сильно помогают. Еще не все отряды прошли, но дальше мы вот со временем плотный график. Потом мы говорили полиция, то же самое у нас запланирована полиция. Потом у нас запланирована пожарная часть. У нас и проходил день такой противопожарный, мы писали «Береги лес от пожара». У нас прямо это все было запланировано, дети рисовали и рисунки на асфальте. То есть мы еще туда пойдем обязательно. И ребенок, он все время под присмотром. И это новое знакомство, пусть даже поселок маленький, мы все вместе, все дружные друг друга знаем, но тем не менее, из пятой школы, из 23 школы. И вот это объединяет. Мне бы хотелось, конечно, чтобы дети все-таки были, когда прошли первый класс. Потому что я вижу, насколько сложно малышам этим маленьким. Ну и как бабушка, прежде всего, мне жалко этих детей. И в рамках завершения нашей беседы поделитесь вашими планами на вторую смену детского лагеря. Ну мы планируем, первый у нас был сезон морской, теперь у нас будет сезон космический. Ну попробуем мы, может какие-то договоримся, может какие-то другие будут экскурсии. Может мы договоримся с Амгрей. Вот мы раньше ездили в прошлом году в музей, даже нас пустили на учебные буровые вышки. Это было так здорово, столько восторга было детям. Ну надеемся, что нам не откажут, будем проявлять. Дальше у нас еще на подходе телестудия наша. Мы желаем прийти туда, посмотреть, как кино снимается, чтобы дети посмотрели и попробовали. И пекарня у нас есть, тоже посмотреть, надо беречь хлеб. Ну кстати, дети наши достаточно относятся бережно к хлебу. И хлеб, как всегда, ребенок, он может этот суп не съесть, а хлеб он еще возьмет и дополнительно. Ну надеемся, что дальше все нормально. Но самое главное, чтобы все дети были живы и здоровы. Конечно, бывают случаи, может и на ровном месте быть чрезвычайная ситуация, нос разбить или подбородок тебе. Ну вовремя оказать медицинскую помощь. И главное, чтобы обратиться потом к специалисту, если такие. Ну слава богу, у нас таких серьезных случаев не было. Надеемся, что все будет нормально. Хорошо. Спасибо вам, Светлана Владимировна, за интересную и познавательную беседу. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»